От продажи мёда до реформ ЖКХ на подъезде дома можно найти абсолютно разную информацию. Правда, ответственности за её содержание никто не несёт. На днях сомнительное объявление о том, что дом попал в программу капитального ремонта, прочли жители Ломоносова-60. И здесь, что называется, задели заживое. Мы живём здесь 20 лет и каждый месяц платим за капитальный ремонт. Сколько уже накопилось денег? А нам лично в нашем подъезде вообще ни разу никто ничего не делал. На объявлении телефон горячей линии фонда содействия реформирования ЖКХ области. Но никакой конкретной информации по Салдинскому дому в фонде дать не смогли. Такой закон есть. Федеральный закон номер 185 от 21 июля 2007 года о фонде содействия реформирования ЖКХ. Включая в ваш дом программу, выделяя ей средства, вы можете точнее сказать, по стране дому в фонде жкх.ру. Оказывается, действие 185-го федерального закона для Салды прекратилось ещё год назад. Из-за несоблюдения нескольких условий в этом году город не попал в программу по капремонту домов. Кто мог развесить подобное объявление, власти не знают. Возможно, это один из способов предвыборной борьбы. Фонд напрямую не работает ни с домами, ни с управляющими компаниями. Всё это идёт через администрацию городского округа. Администрация не владеет информацией, кто может вообще развешивать на территории, на домах многоквартирных данные заявления. Я вообще считаю, что это возможно даже вешается для того, чтобы создать социальную напряжённость на нашей территории в предвыборную кампанию. К сожалению, не всему, что на заборе написано, можно верить. Чтобы не попасть в просаг, лучше обращаться к достоверному источнику – в свою управляющую компанию.